ПЗ-5-4 Ну а теперь по поводу набора ПЗ-5-4 с довольно странным камо, который не очень ему подходит, по крайней мере мне честно говоря данный внешний вид машины не нравится, он какой-то такой ну слишком простенький, я на него поставил камо, который мне больше нравится и поскольку это не является легендарным камо для данной машины, то в целом особой разницы я не вижу. Что касается X5, то на все ребят машины, это очень годно, очень классно в количестве 10 штук, довольно существенно поможет прокачать какую-нибудь тяжелую веточку, ну или если вы куда-нибудь по данной ветке торопитесь. Есть открытое все оборудование, на пятом уровне не сильно дорогое, да позволит сэкономить какое-никакое серебро, но все-таки не очень прям там большая цифра будет, поэтому экономия будет несущественная. И слот в ангаре. Короче говоря, вот такой вот я бы сказал практически худосочный наборчик и более печальным было бы если бы не было здесь X5 на все машины, либо X5 исключительно на данный аппарат. А так в целом я бы сказал, что по ценнику вполне себе даже приемлемо. Теперь что касается самой машины и ее обсуждения. Прямыми конкурентами на уровне являются две коллекционки. Это Гаргулия, которая внешне крайне похожа, но играется абсолютно по-другому, исходя из того, что у Гаргулии совсем другое время перезарядки и совсем другая альфа. И есть еще PZ-M4 Anknau SP, она же Анька. Но все-таки, ребят, эти все машины M3 довольно-таки разнятся между собой по техническим характеристикам, а в первую очередь, ребят, они разнятся по броне. Так вот, если вы обратите внимание на броню нашей PZ-шки, то у нее броня довольно классная. Да, пускай не ультимативная, это средние танки, в башню сюда вам прилетать будет, здесь 55, поэтому от башни особо не поиграешь. Да и угол склонения как бы не совсем тому благоволит. Но в целом, ребят, рикошеты от корпуса встречаются довольно часто. Дело в том, что здесь нет абсолютно никаких уступов, если вы посмотрите на Гаргулию, здесь есть точно такая же практически по толщине броня, кроме как в башне. Как я уже сказал, у PZ-шки башня не забронированная. Здесь действительно броня какая-никакая есть, но все-таки тоже, согласитесь, не фонтан. И вот эти вот уступы, ребят, они делают немножко плоховато данной машине, потому что в нее прилетает как раз вот в эти вот между уступами части. То же самое касается и Аньки. Тоже есть уступы и при этом еще и башни не забронированные. Плюс к тому, когда ты на Аньке, либо на Гаргуле отыгрываешь вот так вот ромбом, то тебе очень бодро и весело накидывают вот в эти вот выступающие пятаки. Здесь же, ребят, на PZ-54 такого нет. Здесь ровный борт и по нему довольно часто бывают рикошеты. В то же время рикошеты довольно некисло проходят от верхнего бронелиста. Нижний бронелист, да, безусловно, пробивать будут, но, ребят, эта машина предназначена на игру против СТ-шек и ЛТ-шек. Понятное дело, что ПТ и ТТ будут вас пробивать абсолютно без проблем. Что касается комбашни, то, как вы видите, она еще лучше даже забронирована, чем верхний бронелист у данной машины. И по большому счету это, наверное, самое крепкое место, которое можно найти. По бортам, по корме все стандартно, ничего удивительного нет. И стоит отметить огромное-огромное отсутствие, я бы сказал, брони в 32 мм толщина брони в башне. И вот как раз между вот этими вот защитными масками, этими экранами противофугасными, фугасы могут сюда вам закидывать. Но, а в целом же, вот эти вот экраны неплохо помогают от фугасов, в то же время они не помогают от бронебойных. Поэтому, ребят, как ни крутим, все равно пробивать вас будут. Что касается сравнения с другими машинами. На левеле очень много средних танков, и сравнивать прям со всеми не имеет вообще никакого смысла. Дело в том, что ПЗ-5-4, он играется как-то по-особенному. Я не знаю, как объяснить это словами, наверное, это необходимо просто почувствовать, просто попробовать. Что касается сравнения с двумя конкурентами, то что Анька, что Гаргулия в чем-то либо похожи, либо существенно отличаются. Ну, допустим, та же самая Гаргулия, с которой я не советую сравнивать данную машину, ну, просто по определению. Отличается очень высокой эльфой, при этом очень большим временем перезарядки. Калибр большой, но при этом скорость полета снаряда слабая. Короче говоря, Гаргулия по орудию, это абсолютно другая машина. Она абсолютно другая по подвижности, она абсолютно другая по бронированию. И поэтому данную машину сравнивать с ПЗ-5-4 является крайне глупой затеей. Они только внешне похожи. То же самое касается и Аньки, но немножко в меньшем масштабе. Здесь то же самое пробитие, та же самая альфа. Плюс-минус то же самое по выстрелам в минуту, соответственно, перезарядка та же самая. И ДПМ, я бы сказал, тот же самый. И что стоит отметить, что на ПЗ-5-4 данный ДПМ является более реализуемой, чем на Аньке. Но и уж тем более более реализуемой, чем на Гаргулии. Дело в том, что ПЗ-5-4 более живучая машина. Я бы сказал, более фортовая к непробитию. Что касается скорости, то 55 километров мало где повторяется. Есть только один парень на уровне, у которого скорость быстрее. Но скорость больше, а именно 60, это Т-25. Но толку от этого, с учетом его полной картонности, нет абсолютно никакого. Что касается всех остальных, то подвижность хуже. И в этом огромный плюс ПЗ-5-4. Вы действительно можете бодро подъехать туда, куда вам надо. И быть полезным своей команде в случае необходимости перекинуться на другое направление. Что касается доходности. Если сравнивать с двумя прямыми конкурентами, Которых, как правило, выставляют в конкуренты к ПЗ-5-4, То здесь, ребят, идет, безусловно, выше процент по доходности, 152. Но это не значит, что на уровне нет других машин, Которые имеют лучший процент по доходности. Понятное дело, что тот же самый Ченука имеет вообще бешеные 226 процентов доходности. Но, ребят, это что-то типа, ну, того же самого Конора Гневного на своем уровне. Короче говоря, это уникальные машины по проценту доходности. А если сравнивать с адекватными процентами доходности, То плюс-минус танцуем в пределах разумного. Да, есть 170 практически процентов у Матильды 4. В этом ей не откажет. Что касается процентов по победам, То, обратите внимание, ничем выдающимся на сегодняшний день ПЗ-шка отличиться не может. Очень много машин имеет выше процент по победам на сегодняшний день. Количество игроков, которые катают машину, тоже не так существенно. В свое время машина действительно была крайне божественной. Она крайне бодро двигалась по карте, довольно не кисло всех разбирала. И на то время вот этим вот своим орудием действительно могла испугать соперников в бою. А плюс к тому, ребят, она очень классно добирала соперников путем удара в них. То есть, как там это называется? Господи, вылетела из головы совсем. Тараном. Вот, наконец-то вспомнил. Таранила раньше данная машина просто божественно. На сегодняшний день она на это не способна. И урон, который наносится тараном, является существенно ниже, Сравнивая с тем, как игралась машина раньше. Хотя официально нерфа данной машины не было. С чем это связано, я, честно говоря, не знаю. Что касается орудия, если смотреть его не в сравнительной таблице, А в игре, с учетом установленного оборудования, Не установленной амуницией, мы имеем с вами 1360 единиц ДПМа. Мы имеем время сведения, которое, я бы сказал, не является суперидеальным. Но в целом плюс-минус достаточно. Главное, к нему просто привыкнуть. То же касается и разброса. Ну, эти вещи сейчас засудим с вами непосредственно в самой катке. Что касается пробития, то 110 для уровня больше, чем достаточно. Если играешь против, там, шестерок, либо крепких лбов даже на своем уровне, То 158 вам, в принципе, помогут. Переставлять с досылателя на калибр, то есть на калиброванные снаряды, я не рекомендую. Потому что выигрываете вы 5 единиц к пробитию на основном снаряде, А подкалиберные увеличиваются, да, на 8. Но в целом и обычных подкалиберных без улучшения вам достаточно. А вот что касается, ребят, скорости перезарядки, То здесь очень сильно решает. Поэтому я решил поставить себе именно досылатель. Что касается альфы, 160 единиц для среднего танка 5 уровня. Абсолютно нормальная альфа и крайне комфортная. Многие средние танки 6 левела, особенно коллекционки из батлпассов, Обладают приблизительным такой альфой. Угол склонения орудия вниз минус 10. Но не спешите радоваться, это в случае, если вы склоняете орудие на борт. Если же вы склоняете его здесь, то на минус 10 можете не рассчитывать. Я имею ввиду вот так вот стоя в прямой проекции. Ну что, друзья, остается только взять данную машину, Выехать на ней из ангара. Сейчас поставим себе обычный встречный бой. Ну и посмотрим, на что сегодня BZ-54 способна. Скажу откровенно, раньше машина отыгрывалась, безусловно, совсем по-другому. И когда-то это была вообще машина-мечта. Ее, да, можно было купить в ветке исследования, И до сих пор можно это сделать. И, кстати, ребят, по более высокому ценнику. Поэтому, если вы ждали возможности купить BZ-54, То, поверьте мне, это самый нормальный вариант. Единственное, что порой раз в полгода Разработчики, то ли к каким-то праздникам, То ли вообще без предупреждения, Бывает, делают скидки на машины, На их левелах, на те, которые есть в ветках исследования. И, если я не ошибаюсь, то на машины пятого уровня, А именно таким является BZ-54, Скидка может достигать 50%. Поэтому, в целом, если вы не торопитесь с покупкой данной машины, То подождите, возможно, такие скидки в будущем будут, И вы сможете приобрести себе данный аппарат по более низкой цене. С другой стороны, вы сейчас можете купить себе за 2000, На мной, ну, как бы, на существенно дороже, Если сравнивать с 50% скидкой. Но, все-таки, по выгодней цене, С дополнительными какими-то плюшками. Да, пускай там нет каких-то дней према, Да, пускай там нет каких-то дополнительных контейнеров, Но при этом всем, ребят, Как-никак, а все равно плюшки получаете. Поэтому здесь просто смотрите, Насколько вам нужны те плюшки, Которые положились сейчас в комплект, Или вы готовы подождать скидок на технику, Которая стоит сейчас на продаже в ветках исследований, И может быть куплена вами в любой момент. Странно, что я его не пробил, Скорее всего, слишком низко снаряд прилетел. Не хочется подниматься туда наверх, Я просто понимаю, что сейчас ничем хорошим это заканчиваться для нас не будет. Дело в том, что мы вдвоем сейчас с ПЗ. Особой поддержки нет. Я не понимаю, зачем вот этот вот товарищ на П-43 играет в ПТшку, стоя там. Особого толку от него сейчас реально никакого нет. Лучше бы он был сейчас здесь с нами. Ну и поддержал бы огнем по этим товарищам. Я уже получил несколько пробитий. В то же самое время я же не получил несколько пробитий от других машин. По точности орудие очень классное. Мне всегда очень нравилось. По времени сведения я лично проблемы какой-то не наблюдаю. Да, пускай оно не является прям самым комфортным, но его достаточно. Ну, в принципе, ни на что другое я сейчас здесь не рассчитывал. Понятное дело, что по результатам явно будет слив. Давайте пока посмотрим на нашу тушу. Ну и еще раз заедем в бой. Понятное дело, что пробивают по бортам в нижний бронелист. Что касается верхнего бронелиста, меня терзает смутное сомнение, что я прям получил два пробития. Все-таки, скорее всего, было одно непробитие. И одно пробитие вот там вот с правой стороны. И, скорее всего, закинул мне либо товарищ шестого левела, либо закидывали голдой. По-другому не получилось бы пробить, потому что тяжей против меня существенных не было, которые могли бы это со мной сделать. Что касается башни. Прилетело сюда только потому, что стреляли сверху. И, соответственно, кемечка, то, которая не является сильно забронированным, получила пробитие. Но, в целом, если бы били справа или слева от орудия, то пробитие бы тоже все равно получилось, поскольку башня не забронированная, и машина не рассчитана на то, что вы будете отыгрывать от башни где-то на неровностях. Машина рассчитана на то, что вы будете бодро передвигаться по карте, занимать соответствующую нормальную позицию и работать от своего КД и от своей вполне себе для шестого уровня нормальной альфы. Ну что, отверстия в корпусе и в башне обсудили. Досматриваем бой. Ну и закатимся в следующую катку. Итак, друзья, результаты боя, в принципе, были предсказуемы. 790 единиц нанесенного урона. Я не сделал ни одного фрага. Что касается результатов по фарму, то я думаю, что мы с вами подробно смотреть ничего не будем. Ну, просто потому что меня сейчас вознаградили за какие-то там дополнительные мои старания. Хотя, в целом, ребят, если посмотреть, то с премом 42 тысячи с половиной. За выигрышные бои, да, пускай там будет больше, но не существенно. Почему так получилось? Ну, просто потому что у меня есть сертификаты, которые установлены. Соответственно, они поднимают количество заработка по бою. Ну что, давайте запрыгнем еще в одну каточку, попытаемся сделать что-то более толковое. И отдельно хотелось бы отметить, пока мы заходим в бой, что в свое время, когда я снимал одно из видео... Как правильно? Одно из видео, да, склоняется? Ну ладно, как сказал, так сказал. Короче, когда я снимал один из видосов по поводу данной машины, я на превьюшке написал, что ребят, верните, как было. Потому что так, как сейчас, мне очень сильно не нравится. Раньше на данной машине можно было круто, весело передвигаться по карте, реально разрывать всех, делать по два, по три фрага. Я это делал следующим образом. Я ехал, бросал там одну или две тычки и после этого врезался в товарища и отправлял его в ангар. И так я за бой мог сделать до трех раз. И это действительно доставляло такую массу адреналина, такую массу кайфа от игры, что описать это словами практически невозможно. На сегодняшний же день ПЗ-5-4 на такие приключения практически не способен. И это очень сильно удручает, потому что, когда ты на каком-то таком, знаете, мышечном уровне и на подсознательном уровне помнишь, насколько клево и весело было раньше на данном аппарате, то на сегодняшний день ты берешь данную машину с ощущением того, что эх, как раньше, к сожалению, сейчас не получится. Ну, по крайней мере, вот такие лично у меня ощущения. А вы обязательно напишите о своих ощущениях в отношении данной машины. Если вы обладаете ею уже долгое время, пишите об этом обязательно в комментариях. Я думаю, что ребятам, которые пытаются принять взвешенное решение по поводу того, покупать себе ПЗ-шку за 2 косаря или не покупать, интересно будет ваше мнение. Ну, и обязательно сделают и на него тоже скидку в отношении принимаемого решения. Ну что, ждем заброса в бой и поехали пытаться что-то сделать. Ну что, поехали. Попытаемся в этом бою что-то сделать. Как вы видите, максимальную скорость машина набирает не сильно бодро. Я бы сказал, что очень вяленько. Но вот когда ее раскочегаришь до 50, да, идет на полном пару, все окей, все нормально. И вот как раз в этом, по-моему, и кроется причина, почему машина на сегодняшний день играется совсем по-другому. У меня есть такое ощущение, что машина раньше быстрее набирала свою максималку. Из-за этого у нее более бодро получалось таранить товарищей. А сейчас ее пока раскочегаришь, ну реально родить можно успеть. Взял уже на себя две плюхи, не сильно приятно. Углы склонения орудия, ребят, пока суть доделан. Сейчас попытаюсь немножко подкатиться. Вот смотрите, небольшой пригорок, подъезжаю, и орудие вниз, вот орудие вниз, я уже опустить не могу. Это в чем говорит? Это говорит о том, что ваши минус 10, они реально есть, только в случае, если вы вот так вот сделаете, опустите орудие вниз, и да, здесь все очень бодро, все очень клево. Но толку от этого, ну я бы сказал, не очень много. Эх, блин, зараза ты, слишком точная, прям прилетела туда, куда целился. Да, порой и такое бывает, порой ты расстраиваешься из-за того, что у тебя слишком точное орудие, и целился ты посередине в расчете на то, что где-то как-то вправо-влево немножко оно уйдет, но в итоге прилетает четко туда, куда ты хотел, ну и соответственно не пробиваешь. Бывает и такое. Такс. Не сработал сейчас выстрел, представляете, ребят, нажал на выстрел, щелкнула мышь, все было вроде бы правильно сделано мной, но при этом выстрел произошел чутка позже. Да, без сведения не совсем то же самое. Включу адреналин. Класс, еще и кританули меня. Ладно, ремкаемся. Дальше против этого товарища бодаться по-моему нет абсолютно никакого смысла, я имею ввиду вот таким вот по крайней мере макаром, пока не ушел из засвета. Так, попытаемся. Не знаю, наверное парень все-таки оттуда отъехал, ну или девчонка, кто его знает, кто там за рулем. Не сильно на сегодняшний день ПЗшка держит удар, к сожалению. Но, как есть, так есть. Так, попытаюсь проскочить, типа такой весь незаметный. Вот сейчас будет очень неприятная ситуация, дело в том, что у меня угла склонения орудия нет, по крайней мере, вот так вот, видите, я его не достаю. Ладно, будем ждать союзников. Я не хочу умирать, не хочу ехать в ангар, просто так хочется сделать чего-нибудь. Ага, не получилось, слава богу. Ну давайте, добирайте его. Пробивается башня, как я и говорил, абсолютно спокойно. Пробили даже верхний лючок, который, в принципе, забронирован, ну, лучше всего на данной машине. Верхний бронелист пробили. И здесь, зараза, вот от этого угла склонения вниз орудия, как раз и не хватило. Это то, о чем я говорил, что не всегда верьте, ребят, тем цифрам, которые написаны в технических характеристиках. Порой эти цифры необходимо заценивать в самом бою. Итак, ребят, давайте подбивать итоги. Чего-то годного в конкретных катках у меня не получилось, и даже при этом негодном результате мне дали знак классности третьей степени. О чем это говорит? Это говорит о том, что планка на данной машине не задрана абсолютно. При этом все вам за вот такую вот победу с учетом установленного прем-аккаунта и с учетом того, что у меня был X2, я получаю, ребят, 59 тысяч серебром. Как для пятерки, по-моему, довольно неплохо. Я бы сказал, очень даже круто. Что касается результативности по команде, то здесь смотреть особо не на что. И скажу откровенно, на сегодняшний день PZ-54 меня просто дико расстраивает. Просто потому, что, как я говорил, я помню, как эта машина игралась раньше. Я не знаю, может кому-то из вас зайдет такой геймплей, и тогда данное предложение вы будете считать, в принципе, адекватным и нормальным. Мое же скромное мнение, лучше подождать скидку, которая, возможно, когда-нибудь будет на приобретение данной машины из ветки исследования. И взять ее, пускай голую, без вот этого каму, который, в принципе, ну, я бы сказал, что не сильно ей подходит. Мне, допустим, вот этот черный с красными полосками понравился гораздо больше. Так вот, ребят, лучше возьмите себе голую машину, но дешевле по голде, если вы не готовы разницу по золоту платить за те X5, которые есть в составе набора на данную машину. Потому что, по большому счету, из данного набора, если не брать в учет саму машину, самое годное, что здесь есть, это, безусловно, на X5. Ну, все остальное здесь просто, в принципе, ценника какого-то высокого не имеет. Так вот, если за X5 вы готовы переплачивать разницу по золоту, тогда окей, тогда покупайте. Но это только в случае, если ПЗ-5-4, в принципе, нужен вам, как танчик, для того, чтобы на нем гонять, играть и, возможно, получать удовольствие. В целом, на 10 боев, где-то в боях 4, я удовлетворение от боя получаю. Все же остальные на сегодняшний день, с учетом всех новых машин, которые есть, но и с учетом того, что вас еще и порой бросает к шестеркам, там, где тоже очень много новых и веселых машин с быстрым КД и хорошим пробитием, то данной машине, ну, в 6 боях из 10, я бы сказал, гораздо меньше везет. Опасти постоянно задних и играть где-то от кустов, это тоже не совсем нормальный вариант, играя на СТ-шке. Когда на ПТ играешь, тогда это хотя бы обосновано. Вот такое вот честное мнение по поводу ПЗ-5-4, покупать вам ее или не покупать, решать однозначно вам. Мое дело показать вам честное обзор на данную машину, ровно как и на все остальные. И если вы за честный обзор и подписывайтесь на канал, то я вас жду на новых видео на своем канале. Всех благ, друзья мои, всего хорошего, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.